Всем привет дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре будет еще один новый симулятор автомобиля, а именно это Lexus LX, если не ошибаюсь, то 570. Если что, ребята, подправьте меня в комментариях. Ну что, мы находимся сейчас в моем гараже, где у нас имеется черный красивый Lexus, также имеются и другие, да? Нет, только пока что это, да, машина? Именно в этом, как бы, экземпляре, в этом покраске, скине, в общем. В настройках у нас, ребята, графика стоит максимальная, а именно ультра, так что давайте нажмем на тюнинг и посмотрим, что мы здесь можем делать. Так, свободная камера, здесь у нас различные, получается, покраски, да? На, все, я понял, ребята, не так уж много можно делать, но все же тюнинг здесь имеется. Ну что, давайте нажмем начать, здесь у нас имеется, как бы, одиночная игра, где мы играем в карты, где мы играем без интернета, да? Но также можно выбрать режим онлайн и играть уже с другими игроками, и как, вот, вот, смотрите, подождите, немножко запутался. Гонка в пустыне онлайн. С интернетом туда заходим и играем уже с другими реальными игроками. Первая черточка, да, где у нас эти иконочки, это одиночная игра, вот они, смотрите, свободная издав в городе, свободная издав в пустыне и тому, в принципе, и подобное. Внизу, ребята, все уже онлайн. Ну что, давайте выберем, например, в аэропорту, нажмем начать, и сейчас мы посмотрим на эту игрушку. Вот так здесь все выглядит, мы с первого, типа, от первого леса подходим к нашей машине, открываем двери, не забываем, что все-таки это симулятор автомобиля, здесь все сделано, типа, как бы, реалистично, как будто ты реально управляешь автомобилем, а именно Lexus LX570. Так, виды камеры, где другие камеры? Так, вот, вот она. Так, вот такая вот дверь, мы даже, ребята, с вами ничего не закрыли. Имеется две виды камеры, получается, за рулем и такая вот, и уже свободная, да, просто перемещаем туда-сюда. Но все же я от этого разработчика Openagame снимаю некоторые игры, а именно вот симуляторы, потому что вам они нравятся, и вот как только увидел, что вышел новый симулятор автомобиля Lexus, то я решил, в принципе, снять обзор на нее, и думаю, что кому-то вам не понравится. Так, немножечко мне не видно, куда я еду, потому что я все-таки нахожусь на улице, зима, и свет отражается, и как бы плохо вижу, что вообще происходит, куда я езжу. Поэтому, ребята, извиняйте, внизу у нас панелька, где мы можем, получается, включить там свет, поворотники, и туда-сюда. Кнопочка с человечка, чтобы нам выйти, можно включить мигалки, настроечки снова же. Так, ну, ладненько. Вот куда я еду, не знаю. Ну, все же, я накатался. Пойдемте, сядем в самолет. Шучу, в самолет нельзя садиться? Я еще и заболел, ну, даже несмотря на это, все равно записываем ролики. Ребята, для вас, все для вас. Так, оглянемся, никто там сзади не стоит, не послушивает, а то как-то странно это будет смотреться со стороны. Я тут стою в сторонке с телефоном, общаюсь с ним, и тут ходят люди, ездят машины, да еще нахожусь, где торговый центр. Это, конечно, будет со стороны очень-очень-очень стремно, странно, но никто не знает, чем я занимаюсь здесь, поэтому приходится иногда оглядываться. Вдруг кто-то сейчас подбежит. Ладно, я опять, как всегда, забыл открыть дверь, но все же, мы, ребята, с вами поехали. Фу-фу-фу-фу, но все же, я думаю, если играть в симулятор автомобиля, то, естественно, лучше играть лучше от первого лица, да, за рулем, потому что так становится играть более-менее реалистичнее, чем играть просто, где у тебя машинка показана. Так, вроде темнеет, да, или у меня экран уже темнеет от этой погоды, но думаю, что, ребята, уже здесь наступает ночь, но здесь у меня все потрачено. Ну, раз потрачено, так потрачено, мы начнем заново, но и все равно на этой картине мы с вами завершим обзор этой игры, потому что это второе видео, времени у меня не так уж много, поэтому, ребята, давайте прощаться. Это все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok